Вернулась. Давайте проверим связь. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Что-то сегодня у нас не клеится вообще со встречи. Третий раз уже перезахожу. Девочки, давайте проверим связь. Снова я зашла. Никак со встречи у нас сегодня не получается. Уже в третий раз захожу. Надеюсь, что последний. Как-то сегодня у нас что-то... Как-то все не так. Так, Юлия ставит плюсик. Это появилось, значит, да? Ну-ка, напишите, как меня слышно и видно. Сейчас я презентацию настрою, чтобы я показывала. А вы пока ставьте плюсики. Мне нравятся мне эти технические проблемы сегодня, но все равно надо доводить нашу встречу заключительную до конца, потому что у нас впереди еще погравление победителей. Так, ну что, сейчас уже должна появиться презентация. Нет изображения, звук есть. Хорошо, что звук есть. Изображение должно появиться тоже. Поставьте два плюсика, если есть изображение и звук. Так, жду ваших плюсиков. Только звук. Ну, это пока не видно. Сейчас я уже все по правилу, должно уже появиться. Звук есть? Хорошо. Я так понимаю, что остановилась на работе Алены, да? Не знаю, что такое технические проблемы, это безобразие мне не нравится. Но надо начать доводить до конца, поэтому будем вот, вот, буду все делать, чтобы довести эту встречу до конца. Ага, вижу, уже по два плюсика, отлично, значит, все появилось. Ну что, вот, у Алены, белокурая, кофейная феечка. Вижу, к нам Наталья присоединилась. Наталья, приятно вас видеть, распалили вашу кутолку. Потом уже записи посмотрите. Ну вот, насчет записи, наверное, сегодня после встречи будет доступна только эта первая часть. Потому что видео надо сейчас собирать в одной из вот этих вот частей. То есть запись уже полноценная, их можете увидеть только зафро. Вот, очень красивая кукла у Алены, мне очень нравится. Жаль, что Алена у нас не присутствует при встрече. Ну, думаю, что посмотрит записи, ей будет приятно. Напишите комментарии по поводу работы Алены, потому что чат уже обижал далеко-далеко. Мне уже не найти то, что вы напишите. Так, Наталья пишет, прорвемся. Обязательно прорвемся, я настойчивая девушка. Так что, так просто не уйду, не дождетесь, пока до конца не доделаю это дело. Вот. Так, ну что я могу сказать по поводу работы Алены? Я уже поговорила, видимо, в одиночестве сама с собой. Очень красивая работа, очень аккуратная. У Алены всегда очень аккуратная работа получается. Очень изящные куколки, когда она раньше участвовала. Вот я помню ее работы. Классное сочетание. Вот видите, мы смотрели сочетание волос у кофейной феи бежевые волосы, белые тоже. Посмотрите, как здорово смотрится, да? Очень нежный такой образ. Вот прям такой ангельская такая девочка получилась красивая, видимо, за счет волос. Классное оформление. Пакетка. Какая-то вот эта самая, блин, дебро, как называется? Может, подскажете? Кабашон, наверное, Кабашон, да? Так, вот Наталья Почтальона, просто ангелочек. Руга, Наталья пишет, такое оригинальное сердечко. Сердечко оригинальное, да, небольших размеров. Вот Алена решила прямо, как бы, чтобы у кофеечки было в руках, в сервисе решила такое. Тоже как вариант, да? Варианты оформления кофейной феи. Сердечко, топиарий, мешочек с зернами. Видите, можно прямо три варианта сейчас шить еще после этого в мастер-класс. Так, Наталья пишет, что очень легкая и нежная куколка. Да, действительно, соглашусь. Красивая работа, Алена молодец, порадовали. А пудрик, да? Посмотрите, какие шикарные пудрик получились. Отличная работа, Алене привет передаем. И смотрим следующую работу. Так, вот и добрались до миска Пучино от Натальи Левской. Посмотрите, шикарная юная девочка, да, еще на прошлой встрече обсуждали, что образ получился совершенно юный, красивый. Я вижу, что сейчас у куколки пудрышки появились. То есть Наталья доработала по полной свою работу. И тоже мешочек с кофейными зернышками, такой прямо миниатюрный, такой красивый мешочек. Так, Наталья вот написала такой комментарий. Капучино. Напиток итальянского происхождения на основе кофе с добавлением молока и молочной пенки. Именно этим моим любимым напитком я вдохновилась для создания своего кофейного ангела. Я тоже люблю Капучино. Вот. И действительно, вот эта кукла очень похожа на Капучино, да, под цветовой гаймой. Очень красивая, нежная. И причем такая юная. Шикарная просто прическа объемная, с красивыми педляшками получилась. Красивое оформление вот этой кокетки на платье, да, что и, не знаю, лента, не лента, может быть, конечно, и ткань, как на платье Наталья напишите, секрет, расскажите. Вот. Нежное кружево такое. Красивая цветовая гамма, очень понравилось. Несколько видов ткани соединили, все так удачно смотрится. Тоже вот кукольки оригинальные. Кружевная отделка. Очень красивая. Красиво, прямо нравится. Юная-юная девочка. Анастасия пишет, как мне все нравится, все работы очень красивые, оригинальные, молодцы. Валентина пишет, очень хорошая капиталка у Натальи. Наталья пишет, такая миленькая, прическа супер. Наталья пишет, миссис Капачина, само очарование, да, очаровательная работа. Так, Марина пишет, печка чудная, очень приятный комментарий. Да, вот комментарии, вот место в конкурсе для комментариев отводится. Вы пишите, продумайте, не пишите работу на конкурс, выкладываете, продумайте комментарии. Тоже иногда нужно писать хорошее описание для своих работ, чтобы они, как бы, еще... Ну вот обычно смотришь, да, вроде бы нравится, да, фотография. Когда начинаешь читать описание, еще если есть там какая-то история, предыстория, то вообще прям на работу уже смотришь совсем другим взглядом. Так. Вот, Наталья пишет, зубной ткани, юбка и вставка. Вот поэтому так все гармонично смотрится. Отлично. А тупельки вязаные, Настя спрашивает? Вот сейчас там Наталья и напишет. Я тоже рассматривала, боже, боже. Похоже на вязаные тупельки, да, ну, как бы комбинированные, вязанные с шитьем. Наталья сейчас нам ответит на этот вопрос. Вот у Натальи капучинка уже на ватаре. Здорово. Наталья молодец, отлично работает. Вот, Наталья отвечает. Нет там кружева, пикотаж, фес. Ну, какие сложные тупельки, замыть ее, Наталья, для своей капучины. Наталья в голове напишет, да, вот тупельки тоже классные. Да, вообще все классно. Очень классная тупелька. Перехожу к следующей работе. Вот, работа от Юли Мерсоевой. В стиле Боха. Юля пишет, представляю вашему вниманию куколку по имени Шарлот. Куколка выполнена по мастер-классу Марины Шарлотовой, правда, с небольшими отступлениями. Шарлотта, моя первая девочка в стиле Боха. Прошу не судить строго. Наряд выполнен из мягкого льна и клопка. Украшен зубным кружевом. Ботиночки из фетра, прическа, натуральный шелк. Так, подержали комментарии. Татьяна пишет, миленькая девочка, ты еще по поводу работы не вставил. Я так понимаю. Очень нежная, юная печь. Пишет Наталья Душкина. Вот, Наталья пишет про тупельки. Тупельки нет, там кружева, пикотаж, фет. Юлия пишет, очень легкая воздушная печь, что у Натальи легкая. Как-то кто-то написал, да? Какая душка у Натальи Душкиной, да? Тильда, помните, когда была на встрече? Вот, Юлия сейчас пишет, легкая воздушная печь, что у Натальи легкая. Может быть, и Юль написала про это. Возвращаясь к работе Юли Мерзоевой. Вот, такая замечательная печька получилась. Волосы из шелка. Юля, к сожалению, у нас сегодня не может присутствовать. Она мне отписала, если ее отправили в командировку. Может, она позже присоединится. Вот, вижу, что к нам Алена присоединилась. Алена совсем, но чуть-чуть опоздали. Вот, смотрели вашу работу не так давно. Так. Алена радуется, что успеет на внутреннее голосование. Да, точно. К внутреннему голосованию у нас тут люди добавляются. Наталья спрашивает, что это за стиль Боха? Я не знаю. Стиль Боха, он характеризуется как бы множеством деталей, причем вот таких вот мягких оборок из разных видов материала. То есть может сочетаться шелк, может сочетаться хлопок, может сочетаться кружево, да, чем больше кружева, тем лучше. И даже вплоть до кожи и до меха. Все это в одном восстанавливается, и получается такой нежный, мягкий. Вот даже где-то читала, что описывают, что сочетается, несочетаемо. То есть очень всего много, но все складывается в единый образ. Так, Наталья пишет, что очень нравится. Наталья легко не поняла, как волосы из шелка. Вот я бы тоже хотела уточнить. Видимо, есть пряжа для валяния, вот я знаю, что есть натуральная шерсть, есть вискоза. Может быть, есть еще шелковая лента для валяния, вот Юля ее использовала. Это как бы мое мнение. Может быть, это не так? Напишите в личку Юли, она обязательно ответит. Так, вот Наталья пишет, что я в восторге. Юля, работа очень оригинальная. Алена пишет, что Наталья легкая причесочка принцессы нагрошенными очень напоминает. Очень-очень миленькая и нежная. Ага. Так, Наталья пишет, что по поводу работы Юли, работа изумительная. Марина пишет, что действительно Боха, пройтись по нескольку классу. Наталья пишет, как интересно, надо бы поэкспериментировать. Ну вот Боха, это уже вообще большое такое направление. Вот то, что я его описала, это буквально в нескольких словах, чтобы просто было понятно. Остальную вашу информацию ищите сами. Стиль Боха используют, причем вообще, по-моему, везде. И в одежде, и в скраббукинге, и в других либо прокоделия кукол, как вы видите. Вот. Так что не останавливайтесь на достигнутом, экспериментируйте. Вот. А если у Юлии куколку рассмотреть, да, видно, что и жилеточка там есть, и вот рукава с кружевами, да, и многоярусная юбка. Юля, похоже, уже переходит на этот стиль создания кукол, да, помните, предыдущий мастер-класс, у меня тоже там была лавандовая летняя фея со множеством количеств и складок. Не складок, рюшечек, а борочек. Юля, вот, видимо, полюбил этот стиль, ей он очень нравится. Посмотрите, какие ботиночки, прямо с подошвой, да, со шнурочками, как настоящее, очень красиво. Ботинки из фетра, Юля написала. Так. Марина пишет, мне понравилось оформление платья выше пояса. То есть, ага, понятно, рукава, да, жилеточка и все такое. Так, Наталья, слушайте, мне кажется, или у нее есть носик? Тут, видимо, так, тень упала, но, по-моему, носика нету. Юля, к сожалению, не присутствует, но, по-моему, нету носика. Это много нам чего рассказала про свою кулку. Марина пишет, мне тоже понравился этот стиль. Угу. Ну, бог и хорошо, птик досмотрится у нас. Так, Юля, молодец, пять работ у своей сделала. Запоминайте, вдохновляйтесь. Вот. Следующая работа Татьяны Карпышевой. Татьяна пишет, долгожданная моя кофейная фея, кофе по утрам в этой компании всегда будет приятным началом дня. Это точно. Татьяна соединила два, как бы, цвета основных, коричневый, да, с розовым. На самом деле, коричневый с розовым очень хорошо смотрится, когда я, как бы, вроде бы, на первый взгляд, такие два цвета, которые, так, мало сочетаемы, но когда я как-то увидела вот это сочетание темно-коричневого цвета с розовым, я была вообще прямо в восторге. Вот. И Татьяна это отражает в своей работе. Причем розовый подчеркивает еще вот этот ярус розовый на юбке розовыми носочками. Тоже очень нежная, изящная феечка получилась, с кофейным мешочком, да, видите, на мешочке розочки и кофейная чашечка на моей фирме. Так, комментарии побежали, читаю. Алена пишет, мне очень-очень понравились работы Натальи, потому что мне любимые понравились. Наталья была самая моя любимая. Алена, спасибо, что написали, думаю, что девочкам приятно будет это прочитать. Татьяна пишет, богатая, как бы, в сказке. Это еще про Юлину, да, идет, я так понимаю, комментарий. Очень необычная работа. Или про это, вы пишите, про чью работу, а по комментарии видите, задержка, я не могу сориентироваться. Алена пишет, очень оригинально у Юлии феечка. Сердечки вообще суперские. Наталья пишет, как картинка из книжки, действительно сказочная. Татьяна, отличное сочетание. Все прочитала, сейчас документирую работу с Татьяной. Вот. Хорошее сочетание, Татьяна тоже постаралась, видите, да, и пиарей сделала, и два сердечка, еще разного размера, но сердечки прямо так хорошо запомированы, кружево, особенно, насыщенная получилась и отличается от основного тона. Очень здорово. Так, вот и Валентина восхищается Татьяной, и как здорово ткани смотрятся и оформление класса. Да, очень хорошая фотография, такая, действительно просится на странице какой-нибудь сказки. Вот. Хорошая фотография, Татьяна, молодец, постаралась. Посмотрите, еще вон бабочка сидит на токеаре, волшебно. Красивая кофейная крылья тоже хорошо, Татьяна пропонировала, вкусно, наверное, прямо пахнуть издалека. Хорошая кофеечка, хорошая прическа получилась. Вот, Наталья пишет, очень нравится. Мне тоже нравится. Татьяна, молодец. Про судьбу своей куколы еще напишите, Татьяна, чтобы мы знали, что с ней будет. С вами она останется или, может быть, кому-то подарите. Вот, посмотрите, сейчас уже перевеснула на следующую работу, работа Елены. Здесь у нас Елена, отпишитесь. Елена очень интересно издала свою куколку, что фейная фея оранжевых снег. Я так поняла, потому что еще как бы присутствует оранжевые цвета в оформлении феи. Тоже очень интересная работа. Может быть, недостаточно мне фотографии, получится как-то побольше света добавить, присмотреть, где сальто. Алена, очень красивая, все замечательно вставить продуманную. Я на всех отблагодарю. Вот, по поводу работы Елены. То есть, посмотрите, красивый тоже геометрический рисунок, очень хорошо смотрится. Елена вот сделала прическу из ниток, как бы, из пряжи. Посмотрите, как классно смотрится, да? Обязательно, вот если нет шерсти, тоже можно поэкспериментировать просто с ниточками. Вот, Елена у нас тут писалась. Вижу на аватарке ее кеечку. Нас обновили все на аватарке, да, на своих кукол. Дороу. Вот. Мне нравится вот это оформление платья. Видите, тут кружево Елена добавила на рукавчике. Очень уместно, красиво. Цветовая гамма тоже интересная. Мне вот хотелось вот этот ярус еще рассмотреть. Но Елена вот эти фотографии выложила, да, что здесь мы могли посмотреть ножки. Ножки тоже красивые, изящные, штанишки получились, лисочки. Все, все удалось. Татьяна пишет, пока сели на кухню, потом не знаю. Ага, про свою теечку. Понятно. Наталья пишет, очень элегантно, воздушная. Алена пишет, у Елены прическа необычная, красивая. Лисочки оригинальные. Угу. Наталья пишет, что Елена красива. Вот. Еще мне очень понравилось у Елены. Она на рукава добавила кружево, да, и мешочек сделала кофейный. Вот. И еще тоже палочки корицы переглядывали, и прическа кофейными зернами, украшенными, крылья, вот и все-все. Прямо все-таки кофейная, кофейная фея. Очень красивая работа. Елена, напишите про судьбу своей куклы, что она, куда отправляется, остается ли у вас дома, может, тоже ее кому-то дарите. Очень здорово. Наталья пишет, что Елена классная вставка буква. Ага, кружевная, да, мы уже увидели. Наталья пишет, что очень красиво. Валентина пишет, что Елена носочки супер. Носочки, да, тоже очень красивые. Кто увидел этикетку хендмейт, я вот увидела. Елена, молодец, прямо тоже понравилась мне ваша работа, оригинальная, не похожая на других. Очень красивая. Так, листаю дальше. Вот, посмотрите, пример работы Анастасии. Анастасия пишет, что я ее снипила из того, что было, а потом, конечно же, полюбила. Меня восхищает работа Анастасии, потому что она шила из того, что у нее оказалось дома. То есть, платье сшито из вафельного полотна, но, посмотрите, какой образ получился все-таки красивый, да, удачный. Прическа мне очень-очень понравилась. Анастасия, напишите, пожалуйста, из чего причесочка. Такая прям аккуратно, какие кудряшки получились. Наверное, не зубочистки, да, завивали. Но тоже очень красиво. Так, Анастасия пишет, волосы пышные, красивые, какого-то еще Елениной работы, да, дниточек. Вот, что и точно, я не заметила. Вот, очень красивая, нежная феечка все-таки получилась. и чтобы шить тильт не обязательно, чтобы шить красивый тильт, надо сказать, не обязательно иметь профессиональные ткани, да, вот, если очень хочется, то из обычных тканей получается вот так просто так. Анастасия, восхищение просто, очень здорово. Так, и меня радует, что вы еще в нашей последней встрече все-таки успели доделать куколку свою, порадовала меня своей работой. Наталья пишет, очень загадочный образ, Наталья пишет, молодец, Настя, здорово. И напишет, милая рыжулька. Так, вот Алена пишет, красивый и нежный образ, обычный, из того, что было, самые оригинальные получаются вещи. Да, я, наверное, соглашусь с Аленой, действительно, это так и есть. Просто было вот у Анастасии большое желание шить куклу, вот она и это сделала, и получилось очень даже хорошо. Марина Ассоциация с Тургеневской парышней, да, кстати, есть такое тоже. Анастасия, напишите по поводу своих назвалки, что и как, но очень-очень мне нравится работа эта. Очень красиво. Так, давайте идем дальше. Вот, Елена написала спасибо всем за теплые слова в адрес Майкин, в деклассе в оранжево-соричный стонах разваяла небесные аборты. Вот аборочку потом выложите где-нибудь, посмотрим. Ага, Анастасия с волосой и шерстью выливала на зубочистке. Посмотрите, какие классные пудряшки от зубочисток, да, тоже получаются. Берем на двумя отхода, Анастасия, спасибо за идею. Вот так. Посмотрю, пока перевесну следующую работу. Вот, классная феечка на березке от Марины. У Марины очень классное описание, мне понравилось, я прямо зачитала. Такое же счастье, что дарит участие кофейная фея. Ее ароматы как сцены фанаты от чашечки млея. Ведь сейчас пробуждение лишь фея и кофе имеют значение. И это мгновение как солнце явления, души и упоение. Просто волшебное стихотворение очень-очень понравилось. Елена пишет, пошаговое фото было же вконтакте. Хорошо, Елена, надо к вам зайти на страничку посмотреть. Вот, посмотрите, у Марины тоже прическа, видимо, ну, на что-то поменьше, да, она завела пудряшку, Марина сейчас не слышит вам секреты. И это волосы очень красиво смотрятся. Вот, Алена пишет, я на зубочистке не решилась завевать волосы, думала, что получится слишком тонко, а выходит, что очень даже ничего нежного, и правда, как сегвеневская барышня. Я завевала на свечке. Здорово! Ну, Алена, у вас, кстати, как бы получились такие очень классные пудры, я даже сначала подумала, что это настоящая лопанная тресетка вот эти макеровые продают из натуральной шерсти. Она пишет, Марина, стишок супер, сами написали. Марина, да, напишите еще про стишок, я тоже первый раз такой стих чудес мечтаю. Наталья пишет, красотуля. Вот. Что могу сказать по обе работы Марины, вообще, очень довольна, очень красивая, изящная феечка, посмотрите, как она прямо чашечку держит, да, с кофе, очень здорово. Красивая, праздничная, ткань шикарная, с кофейными зернышками, подобрана на платье, прямо, вот, истинная кофейная феечка. Светлые волосы тоже смотрятся очень здорово, освежают образ. Еще и тюкань у вас какими волшебными цветочками. Так, Валентина пишет, Марина, красиво все получилось, Наталья, Лёгко пишет, что Марина, супер, супер, тоже просто замечательно, полностью согласна. Супер, сусу, да, видно. Анастасия пишет, Марина, спасибо вам за мастер-плат, с удовольствием работала на кухне, приеду с моря, сошью еще, спасибо. А, у нас Анастасия на море, да, здорово. Анастасия, потом пришлите результат, что у вас получится после вдохновения на море. Так, вот, Марина пишет, заевала на тонкие бамбуковые палочки. Отличные кудри получились. Так, Юлию любивает постоянно, очень жаль. Юлия, смотрите в записи. Наталья пишет, что очень здорово. Ага, Марина написала, стихи написал мой муж, ну ничего себе, у вас не муж, а талантище, просто замечательные стихи. Передайте ему привет от меня. Очень понравилось стихотворение на себе куда-нибудь записать. Марина пишет, что это первая моя филочка. Я бы вот, честно, Марина, не сказала, что первая, потому что очень классно сшита, очень хорошая работа, очень аккуратно все. Здорово, прямо восхищение просто. Отличная работа, отличное стихотворение, вот уже целый такой семейный подряд. Жена шьет, муж пишет стихи, и вот так все это здорово оформляет, преподносит, в один общий шедевр. Валентина пишет, Марина, для первой куклы просто шедевр. Полностью, полностью соглашусь. Шикарная, красивая работа. Так, ну что у нас еще? Так, все, работы закончились. Ну, я думаю, что они порадовали всех вас, да, пусть даже и с техническими такими заминками, но очень красиво все получилось, очень много понравилось. Вот, я прямо сама удовольствие получила эстетическое от этого мастер-класса, от ваших работ волшебно. Ну что, давайте, у нас проходило внешнее голосование, поздравим победителя, все уже там определилось, давайте их поздравим, посмотрим, кто еще не знает, кто еще не забегал на страничку. Внешнее голосование закончилось сегодня в 7 часов вечера, и давайте поздравим сейчас назову аккуратную гимназистку, да, надеюсь, Наталья на меня не обидится за такой комментарий от Натальи из Довины за шикарную фотографию. Вот, и Наталья получает ножницы зигзаг плюс бесплатный мастер-класс, причем мастер-класс Наталья вы можете взять, ну как бы, пройти в онлайн обучение или выбрать какой-то из уже который у нас прошедший. То есть в записи мы вам их слышим. Поаплодируем Наталье. Вот вижу вопрос от Алены. Марина, я хотела про прическу спросить, я для надежности кудри решила побыстрить лаком для волос, чтобы лучше держались, но по-моему они от этого немного распались. Вот не знаю насчет лака для волос, я не использую лак для волос, только потому, что не у каждого лака есть запах, ну как бы, всегда есть у лака запах, без запах я почему-то это не встречала. Вот. Я просто вот заяваю, как показывала в мастер-классе вот только так. У меня очень хорошо кудрижки держатся. Просто потуже животик затягиваем, да, и наматываем не чистую водичку, не запаха, ничего, кудрижки держатся. Так, вот уже посыпались поздравления. Наталья, поздравляю вас с победой, отличная работа, отличный результат. Вот, девочки вас всех поздравляют. Наталья пишет спасибо. Получите от меня ножницы зигзаг, бесплатный мастер-класс. Пожалуйста, пришлите свой адрес и личное сообщение мне. Лучше в контакте, чтобы на почте я не потеряла. Сюда высылать ножницы зигзаг. Поздравляю с победой. Так, второе место у нас занимает элегантная красивая кукла от Валентины Коксачевой. Валентина получает бесплатный проход на следующий онлайн мастер-класс или на любой другой. Но Валентина уже давно очень участвует, у нее уже все мастер-классы есть. Да, Валентина? Так, поздравляю, поздравляю, все поздравляю. Давайте поклопаем Валентину, тоже достойная кукла, достойная победа. Вот и третье место у нас девушка в стиле Боха от Юлии Мерзоевой. Тоже отличная работа, оригинальная, красивая. И Юля получает скидку 50% на любой мастер-класс. Девочки, я вас поздравляю с внешним голосованием. Сейчас думаю, пока давайте вы тут пишете в пятях, у нас уже времени уже много. Поговорю про внутреннее голосование. То есть внутреннее голосование, мы будем голосовать прямо здесь. Вот когда я вам скажу, переходим по суббитию, по второй. Голосование будет 25. Сейчас уже перед голосованием хочу у вас уточнить, будут ли участвовать победители внешнего голосования во внутреннем. То есть иногда меня просят это делать, чтобы участницы уже как бы внешнего голосования победители, да, это у нас Наталья, Валентина и Юлия не участвуют во внутреннем голосовании. Отпишите, что вы думаете по поводу этого. По поводу этого мы уже примем решение. Участвовать людей не участвуют. Так, пока вы мне пишете, я сейчас одобрю работы, которые у нас добавились снова. Если у вас потеряется изображение, вы, пожалуйста, не переживайте. Сейчас, мне понадобится небольшое время, немножечко времени, чтобы добавить новую работу. А вы пока отсыщитесь. Что нам делать с победителями внешнего голосования, допускать их во внутреннюю или нет. Так. Минуточку у меня потребуется немножко времени. Буквально минутки две, чтобы все здесь сделать. Так. Так. А я хочу видеть все ваши комментарии. напишите, Инесса, вы добавили в свою работу на внутреннее голосование? Кто еще? Ирина, по-моему, писала, что хотели добавлять? Или, Ирина, вы написали, что у вас все-таки работа не готова? Так. Девочки, я еще прошу до штуки. Спасибо за субтитры, ienen. Пока. Продолжение следует... 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 Вот, сейчас увижу ваши плюсики, сразу же начнем внутреннее голосование. Вижу в чате работы Елены и Нессы, да, чтобы уже их обсуждали, смотрели, поближе познакомились. Отлично. Так, давайте ставьте свои плюсики. Плюсики, плюсики. Вот, наконец-то, вижу плюсики, отлично. Ну, надеюсь, что сейчас у нас все пройдет уже гладко. Простите, я пролистаю немножко презентацию, все заново пришлось перезапряжать мне. Это уже серьезно, я попрошу от Марина. Вот нам и Юля Мерзова присоединилась, отлично. Сейчас вот максимум уже просто, максимум людей в голосовании во внутреннем принимать участие. Здорово. Еще раз пролистываю работы. Уже так быстро-быстро, потому что у нас встреча сегодня задерживается. Я не поняла, пожалуйста, на это были технические проблемы. Отпишитесь, те, кто уже стали победителями, будем ли за них голосовать на внутреннем голосовании. Вот, как раз на этом месте у нас связь оборвалась, поэтому я так не услышала вашего ответа, не увидела. Чат убежал далеко-далеко. Будут ли участвовать во внутреннем голосовании победители в внешнем голосовании. Чтобы принять участие во внутреннем голосовании, переходим по ссылке, которая у нас вторая. То есть вот ссылка на загрузку работы в верхней и нижняя ссылка на внутреннее голосование в левом верхнем углу. У кого не появилось, пожалуйста, обновите страничку, обязательно все появится. Вот, то есть я дам старт, в чате напишу старт и по этой ссылочке у вас появятся там активные кнопочки и можно будет голосовать за понравившуюся работу. Сразу договариваемся, что голосуем мы за одну, ну, как бы один раз, один голос. Вот, то, что у нас программа выведет первое, второе, третье место, те и будут победители. Это я сразу говорю. Давайте вот без того, что не будем читать, ну, голоса смотреть и все. Первое, второе, третье место есть и все. Так, вот Валентина пишет, что она не будет участвовать. Так, согласна, что не будут, и Наталья пишет, отлично, голосовать нам можно. Да, вам обязательно нужно голосовать всем, всем, всем присутствующим. Ага. Марина Петрович, вроде как решили, что не будем больше об этом спрашивать, делаем так правильно. Хорошо, если вы хотите, сделаем. Я просто не видела, о чем вы там писали, у меня вообще все зависло. Это пришлось перезагружать компьютер, поэтому еще раз так бы и спросила. Ну что, смотрите, сейчас я напишу слово старт и у нас начнется голосование. На голосование будет отводиться ровно 5 минут. Все, кто присутствует в чате, голосуют. Вот старт. То есть вы сейчас должны перейти по ссылочке, и у вас должно начаться голосование, то есть появятся активные кнопочки. Вот, выбираем, отдаем кнопочки голосовать голубые, да, жмем один раз на понравившуюся работу, и через 5 минут подводим итоги. То есть там у нас счетчик стоит, он автоматически остановится через 5 минут. И, пожалуйста, сразу же в чате отписываемся, кто уже проголосовал. Можете просто писать, проголосовала. Я думаю, что подписчики будут непонятны. Все работы я уже добавила, так что давайте голосуйте, счетчик идет. Вот 4 минуты у меня уже тут все показано. Так, Алена, у меня чат что-то тормозить стал. Ну, сегодня вот так-то все у нас, не все гласто. Алена, вы главное проголосуйте, чтобы все было. Вот, 4 минуты у нас тикают на счетчике. Алена, все, отлично, сразу же отписывайтесь. Я голосовать из-за луны буду, это просто как наблюдатель смотрю, потому что очень трудно сделать выбор. Я всегда сомневаюсь, мне нравятся все работы. Вот, каждая работа хороша по-своему, и каждый из вас достоин победы, это безусловно. Поэтому давайте, выбирайте, по-честному так, выбирайте понравившуюся работу. Вот. Так, еще 3 минутки. Голосование у нас остановится. И мы увидим первых, кто победит. Так, подписывайтесь, пожалуйста, кто уже проголосовал. Вот как Алена. Алена написала, я все. Вот, я уже буду, видите, знать. 5 минут, я думаю, вполне достаточно, чтобы выбрать лучшую работу. Так, ага, вот и Наталья отписалась все. Алена пишет, это точно, очень трудно сделать выбор. Очень много нравится, вот так выбрать. Ну, как-то вот надо выбрать, вот кого-то, кто очень-очень-очень сильно нравится. Ага, проголосовала, пишет Марина, Марина тебе пишет, уже. Отлично. Вот прямо все, отпишите себя, пусть вдруг у тебя получится. Если у кого-то не получается, напишите. Или обновите страничку. Так, все там работает, все хорошо. Все, Наталья. Еще две минуточки, ровно половину. То есть, сразу предупреждаю, как программа выглядит, так и будет. Если даже у кого-то голоса равномерно распределяться. То есть, вот такая программа, так она работает. Так, все, все, все. Так, Елена пишет, за кого голосовать, если уже победила и не все. Нет, это предварительные итоги. Вы на них не обращайте внимания, потому что, когда счетчик, как бы, закончится, там выйдет 5 минут, тогда обновится полностью все победители, там посчитаются автоматические голоса. Вот. Все, 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 все. Все, все, все проголосовали. Так что, ничего страшного. Сейчас остается только подождать нам полторы минутки. И мы узнаем имя победителя. Так, что у нас с его работой получилось? Так, посчитаем. Всего 17 копей на печек. Ну, у нас участвуют в конкурсе. Отлично. Так, Анастасия пишет, не получается проголосовать. Анастасия, почему именно не получается? Не видно кнопочку? Там просто надо один раз нажать, проголосовать, и все получится. Так, все, у меня уже конкурс почти заканчивается. Все, голосование окончено. Посмотрите, интересный результат у нас сегодня. Так, победила первое место Юнесса. Давайте поздравим Юнессу. Юнессу уже это, вошло в традицию побеждать, да, на голосовании. Так, все, время голосования закончилось. Второе место Марина Ярпалова. Своей очаровательной кофейной феечкой. Причем первое, это, по-моему, замечательный результат, Марина у вас. Первая кофейная фея и попала на второе место. И третье место у Людмилы Кондратовой. Так, я всех-всех поздравляю победителей. Но что у нас получается? Что первое место Юнесса получает мою работу, плюс бесплатный мастер-класс. Юнесса уже там соберет скоро... Я еще с предыдущего мастер-класса должна работать. Соберет уже скоро целую коллекцию моих кукол. Не знаю, что она с ней будет делать. Вот. И бесплатный проход либо на следующий мастер-класс в онлайне. Ну, Юнесса тоже у нас давно уже участвует. По-моему, все мастер-классы прошла. Так, второе место у нас у Марины Ефаловой. Марина может тоже участвовать бесплатно в следующем мастер-классе. Марина поздравляет, достойная победа после дебюта и победа. И третье место Людмила Кондратова. Получает у нас скидочку в 50% на мастер-класс. Так. Елена, почему вам не получилось проголосовать? Я уже все, к сожалению, голосование окончено. Сейчас уже переголосовывать не буду. Почему вы думаете, что у вас не получилось проголосовать? Напишите. Поздравляю победителей. Девочки, молодцы. По призам понятно все, да? Очень у нас красивый, интересный мастер-класс получился. Я очень этому рада. Вот. И хочу, конечно же, поздравить всех-всех-всех участников мастер-класса, потому что, то есть, победители, это понятно, это вдвойне приятно, но я хочу поздравить вас. Вы все равно победители, потому что вы сделали это, вы переступили через свой день, через свои страйки, да? Нашли время. Я знаю, как мне просто сейчас найти время для хобби. Поэтому. Так, вот. Алена спрашивает, что как получилось, что 20 человек онлайн, а голосов 29? А вот я говорила, что голосуйте один раз. Это уже на вашей сервисе. Кто голосовал по несколько раз за одну и ту же работу? Это программа, я ничего не могу сделать, поэтому сразу предупреждала вас. О всех таких нюансах. Так, Елена пишет, да и не надо, все равно все предрешено. Елена, почему вы так говорите? Так, Марина пишет, спасибо, девочки, я так старалась, очень рада. Марина, мне так понравился мастер-класс, спасибо, расставаться не хочется. Мне тоже не хочется расставаться, очень у нас тут душевная компания подобралась. Вы такие молодцы, вы такие классные работы создали. Я просто очень-очень довольна результатами этого мастер-класса. Поздравляю, вы все победили, как я уже сказала, победили себя, свои страхи, свои лень, нашли свободное время и просто провели время с пользой для себя, посвятили время и самой себе тоже. Это тоже очень важно, потому что в наше время не так просто найти минуточку на себя любимую, а вы это сделали. Вот, и теперь наслаждаетесь прекрасным результатом. Ваши копейные феи стали кому-то достойным подарком, кто-то остается, у кого-то остается жить дома и будут радовать вас дальше. Это все здорово. Так, Наталья пишет, поздравляю всех девочек, всех участников, всех получились прекрасные результаты. Это точно. Наталья пишет, все девочки большие молодцы, работают замечательные, поздравляю всех победителей. Ну что, я вам хочу сказать, пока секрет следующего мастер-класса я приоткрывать не буду, ждите обязательно письмо на почту с приглашением на следующую онлайн-встречу. Обещаю, что следующий мастер-класс тоже вот, таким же интересным и ярким, как и этот, вот, и очень нужным, потому что... Потому что вы все просили, но... Вот, Валентина опять спрашивает, какой следующий мастер-класс. И всем чуть-чуть подождите, на следующей неделе вы уже узнаете эту тайну. Будет онлайн-встреча, опять придет всем приглашение по почте, обязательно приходите. Поговорим на интересную тему. Вот, собственно, той теме, которой будет посвящен мастер-класс. Чуть-чуть еще терпения, и вы все узнаете. Ну что, мне остается пожелать вам творческих успехов. Я вас поздравляю с окончанием этого мастер-класса. Кто выиграл подарки, творческий набор, да, ну, адрес Инессы я уже знаю. Вот. Пишите адреса, чтобы принять участие в следующем мастер-классе, или, может быть, вы, кто выиграл мастер-класс, как-то приобрести какой-то уже изране отснятый, просто пишите на почту. На почту, что вот я такая, вот такая, так хочу принять участие в следующем онлайн-мастер-классе. Можете определиться после онлайн-встречи, когда закончится. Алена пишет, Марина, так нечестно вы обещали сегодня рассказать. Я не могу сегодня рассказать вам, просто не могу пока. Ладно. Я, девочки, я, честно говоря, боюсь сглазить, что ли, потому что мы сейчас усердно работаем над этим мастер-классом. Хорошо, я вам скажу. Скажу, скажу. Кто вот еще остался, кто еще не убежал? У нас будет свадебная тематика следующего мастер-класса. Наверное, уже можно было догадаться, потому что у нас август, лето и начало осени, пора свадеб. Будем шить свадебный пиль. Это все, что я вам пока скажу. По комплектации узнаете на онлайн-встречи. Так, Наталья пишет, ждем с нетерпением. Марина пишет, мне понравились все работы. Так хочется достичь мастерства, всем творческих успехов. Марина, вы на правильном пути. Думаю, что у вас обязательно все получится. Судя по тому, какая у вас кукла получилась. Все здорово. И думаю, что вам не надо это дело бросать, надо продолжать дальше. Наталья пишет, спасибо всем большое, до новых встреч. Алена улыбается. Наталья пишет, нас мало, мы никому не скажем. Ну, хоть напишите, рады ли вы, что будет у нас свадебная тематика, или вам не хочется в нем участвовать. Я тут буду знать ваше настроение. А то снимаем, волнуемся. Ох, обжали. Алена пишет, ух, ты классно. Наталья пишет, вау, здорово. Ну, вот уже два человека хотят, это здорово. Ну что, дорогие мои, давайте будем прощаться. Сегодня у нас такая немножко напряженная встреча вышла в плане того, что эти технические проблемы так все затянулось. Так, она спрашивает, знаете, ты ли в медведе? Ну, вот все вот вам сейчас вот подсказала чуть-чуть, сейчас все вам расскажу. Вот не буду ничего рассказывать. Так, у нас пишет, Марина, у меня еще нет вашей коллекции. Всего одна кукла и один мишка. Ну, я же уже собираю еще за прошлый мастер-класс вам подарочки. Так что будет скоро коллекция. Наталья пишет, классно. Ну, все, я прощаюсь. Давайте совсем скоро чуть-чуть потерпите. Придется приглашение на почту. Обязательно приходите на онлайн-встречу. И на этой встрече вы более подробно узнаете о том, что у нас будет за предстоящий мастер-класс и что вы там сможете сшить в онлайн-режиме. Наталья пишет, я очень рада, как раз собиралась сама сшить. Наталья пишет, что ты как вовремя сшить. Рады, рады, отлично. Рады, 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 рады. Всех люблю, всех целую. Давайте прощаемся. До скорой, скорой встречи.